Как результаты выборов в Европарламенте повлияют на обстановку в Евросоюзе, внутри отдельных государств? Мы поговорим с нашим гостем Сергей Строкань, российский политолог, к нам подключается. Здравствуйте, Сергей Владленович. Добрый вечер, добрый вечер. Мы видим, что в последние годы в ряде стран ЕС исламофобия, к сожалению, стала достаточно распространенным и укоренившимся явлением. Как вы считаете, изменится ли политика ЕС в отношении мусульман в Европе на фоне вот этой растущей исламофобии? Ну, не только исламофобия. Вообще, за последние годы в общеевропейском доме, который славился своей толерантностью, мультикультурностью, накопилось очень много всяческого мусора, и ксенофобского, и информационного, и прочего. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на эти выборы сквозь призму вот этих всех проблем, которые накрывают Европейский Союз. Давайте мы все-таки начнем с того, что, если мы говорим о выборах в Европарламент, скажем, что все-таки Европарламент – это не такой вот, так сказать, орган, как, скажем так, в странах развитой парламентской демократии, так сказать, законодательные органы обладают серьезными полномочиями. Европарламент не обладает полномочиями запускать какие-то самостоятельные законодательные инициативы. Европарламент весьма ограничен в своих правах, но, тем не менее, конечно, выборы в Европарламент очень важны, поскольку они показывают динамику общественных настроений, как они меняются. И в этом смысле, конечно, вот эти результаты голосования, которые объявлены, дают нам всем богатую пищу для размышления о том, куда идет Европа, как эволюционирует ее политический ландшафт, какие силы выходят на первый план, какие, наоборот, отступают. Итак, какие выводы мы можем сделать? По итогам, собственно, этих выборов, которые мы с вами можем рассматривать как неформальный референдум граждан по отношению к политике как своих национальных правительств, так и общей европейской политики. Ну, самый главный вывод состоит в том, что те партии, которые задавали тон, не везде, но во многих местах, в общем-то, уступили свои позиции. Да, конечно, мне могут возразить, сказать о том, что Европейская народная партия получила солидные цифры, и Урсула фон дер Ляйен остается на посту, судя по всему, главы Еврокомиссии. Но, тем не менее, посмотрите на политическое землетрясение, которое произошло во Франции. Французский президент Эммануэль Макрон, Анфан Терибль, не только европейской, но и мировой политики, лидер, который создал столько проблем России, столько проблем Азербайджана, который хватался абсолютно за все. То он занимался Африкой, то Южным Кавказом, то он рассуждал о том, что он будет спасать Европу. Фактически оказался политическим банкротом в своей собственной стране. И это вполне закономерно, потому что, когда ты занимаешься чем-то другим, но не занимаешься своей страной, естественно, искушенный избиратель реагирует на это соответствующим образом. В этом смысле, конечно, это холодный душ для Макрона, который накануне Олимпиады сейчас вынужден будет еще проводить такую незапланированную политическую Олимпиаду. И посмотрим, что из этого всего выйдет. А все-таки, как вы считаете, какой тактикой руководствуется французский лидер? Вы понимаете, я после того, как французский лидер пришел к власти, написал в одной из своих статей, что феномен Макрона состоит в том, что его рождение как лидера, как лидера Франции, произошло с такой тяжелой родовой травмой. Потому что он фактически изначально воспринимался как такой предаток Ангела Меркель, которая действительно была политическим тяжеловесом. И при том, он, конечно, в этом никогда не признается, но все, что он делал, с моей точки зрения, может быть, кто-то со мной не согласится, делал и делает, это попытка изжить вот этот комплекс неполноценности, глубоко запрятанный внутри него, в котором он никому не признается. Этим, собственно, связаны его резкие какие-то неадекватные шаги, которые мы наблюдали и в отношениях с Россией, и с Азербайджаном, и вообще попытка повлиять на ситуацию на Южном Кавказе, и вот эти его африканские метания, и попытка сделать себя самопровозглашенным лидером Евросоюза, это все попытка изжить комплекс неполноценности. И, наконец, вот эта фотография с боксерской грушей лидера, который напиарил на себя боксерские перчатки. Я не могу себе представить, чтобы президент Путин или президент Алиев утверждали себя подобным образом, потому что они самодостаточны, все и так знают, что они тяжеловесы. Но ему вот не хватает вот таких вот пиар и эффектов. Да, это драма, это трагедия Франции, великой страны, у которой вот такой вот никчемный, простите за резкость этого определения, лидер. Мы видим, что политика Макрона уже терпит поражение. А осознает ли французский лидер, что игнорирование разгромного поражения на выборах в Европарламент может привести к массовым протестам? Я думаю, что вот этот ход с выборами, это все-таки попытка каким-то образом сделать такое сальто мортали или поиграть в такой наперсток и каким-то образом остаться у власти. Там я не буду подробно вдаваться в эти подробности, скажем так, тех пассианцев, которые сейчас политологи раскладывают, просчитывая, как Макрон, который уже два раза избирался, может теоретически претендовать на третий срок, поскольку, дескать, он проводит досрочные выборы. Мне очень сложно представить, что у этого политика будет долгий политический век, хотя сейчас уже ничему не приходится удивляться в европейской политике. Вы знаете, я сегодня сказал в одном из эфиров у нас здесь в России, когда меня спросили, я сказал, я сказал это без иронии, с грустью, что вот этот вот знаменитый общеевропейский дом Ангела Меркель, которым мы восхищались, на который мы в свое время делали ставку, превращается в дурдом. Общеевропейский дом становится общеевропейским дурдомом имени Макрона и Шульца. Будем надеяться, что французское общество все-таки готово к переменам. Спасибо большое за ваш комментарий. Сергей Строкань, российский политолог, был нашим гостем.